Изнуряющая жара в Тверской области пока отступила, но временно. Местами в регионе наблюдаются небольшие осадки в виде дождя и даже града. Вместе с температурой воздуха скачет и атмосферное давление. Это особенно ощущают на себя люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Впрочем, изменения в атмосфере зачастую чувствуют порой даже молодые и здоровые. Какие советы дают врачи, как пережить погодные качели, как помочь себе в жару, расскажут в нашем следующем материале выпуска. Жара дала жителям Верхневолжья передышку. В первые дни июля температура воздуха превышала норму на 6-8 градусов, а почва прогревалась местами до плюс 50. В середине недели столбики термометров опустились к своим привычным для июля в наших широтах значением. Вместе с тем ниже стало и атмосферное давление. В такие дни метеочувствительные люди могут ощущать слабость, нехватку воздуха, сонливость. Мы спросили у жителей Твери, чувствуют ли они на себе капризы погоды. Такой жарящий, конечно. Возрастной, конечно же, симптомы, и голова болит. Обливаюсь водой, принимаю аспирин. Молодые, еще не чувствую. Не ощущаю, честно говоря. А жару, конечно, ощущаю. Давление не скачет, ничего. Просто сама температура высокая, жарко. Есть такое, да. Болела голова? Да, болела. И в сон тянуло очень. Когда меняется погода, за сколько начинаете чувствовать? Наверное, с утра. То есть уже есть такое, какие-то рези в голове. То есть чувствуют этот какой-то даже как будто бы недосып. Конечно, чаще всего перемену погоду ощущает и население старшего возраста. А также те, кто имеет в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания и ведет сидячий образ жизни. Как правило, такая категория пациентов уже на контроле лечащих врачей. Соблюдают индивидуальные предписания. Хорошо работает профилактика, курс витаминов, сбалансированное питание. Не так уж много жителей городов, которые ощущают на себе перепады температуры воздуха или атмосферного давления. А вот от влияния жары страдают многие. Причем не только граждане старшего возраста. Недомогание испытывают даже молодые люди. Врачи предупреждают, что жара провоцирует обострение хронических заболеваний. В это время также возрастает риск образования тромбов. И, конечно, можно свалиться с тепловым ударом. Штука, кстати, малоприятная, говорят специалисты. Повышенное потоотделение, человек бледнеет. Вы можете сами ощутить тахикардию, резкую слабость, обморочное, полуобморочное состояние. Значит, если по возможности есть силы, то сами себя отведите в тенек. Намочите платочек носовой, шарфик водой, не холодной. И приложите колбу к грудной клетке, оботритесь. В любом случае без внимания врача оставлять такой приступ не стоит. Вообще профилактика этих недугов является соблюдением питьевого режима. Но и к нему нужно подходить с умом. Обезвоживание организма может привести тоже к перереву организма. Желательно всем людям не пользоваться во время жары питьем из холодильника. Может возникнуть как заболевание ротоносоглотки, как от переохлаждения, так и просто может возникнуть ларингоспазм. Это резкое сокращение мускулатуры гортани. Вообще при жаре, помимо того, что выпивать около полутора-двух литров воды в сутки, еще рекомендуется одеваться в одежду из натуральных тканей, не выходить на улицу с 11 до 17 часов, больше находиться в тени, если нет возможности остаться в помещении и не переохлаждаться. Холодную душу или купание под палящим солнцем из-за большой разницы в температуре воды и воздуха могут произойти судороги. Или же человек может заболеть пневмонией. Рекомендации, безусловно, похожи и просты, но зачастую они остаются проигнорированными, что влечет негативные последствия для здоровья.